Ситуация-то на самом деле очень серьезная сейчас. То есть стареет контингент, кадровый потенциал медицинских работников, а новых вливаний нет. В Балакове решили бороться с кадровым голодом в медицине. Для этого стали набирать старшеклассников в профильные классы. Записаться в медицинские классы еще можно. Занятия начнутся в предстоящую среду 8 ноября. Все желающие дети, которые хотят посвятить себя медицинской профессии, мы записываем детей и 9 и 10 класса. Предпрофильная подготовка будет для учащихся 9 классов, а профильная подготовка для учащихся 10 и последующего 11 класса. Для того, чтобы поступить в профильные классы, не обязательно учиться в 7 школе. Занятия начинаются во второй половине дня, и ребята вполне успеют приехать в эту школу вовремя. Обучение будет проходить как в школьных кабинетах, так и в медколледже. Будущие медики узнают про основы валиологии и научатся оказывать первую помощь. Также им расскажут про основы генетики, анатомии, физиологии и даже латинского языка. В общем, уже после 11 класса ученик точно поймет, хочется ли ему поступать в медицинский СУЗ или ВУЗ. К организации этого класса присоединились все структуры, которые заинтересованы в оздоровлении нашего здравоохранения, для того, чтобы у нас были профессиональные и квалифицированные врачи. Территориально 7 школа расположена близко к медучреждениям, в которых ребятам будут проводить практические занятия. Давать знания школьникам будут очень сильные педагоги. В общем, все сделано для того, чтобы будущим медикам было интересно учиться, но в то же время, чтобы они поняли, действительно ли хотят продолжить образование в медицинских СУЗах и ВУЗах. Ведь что ни говори, а медицина – это одно из самых важных, но в то же время самых сложных направлений деятельности человека. Один раз данная клятва, она не позволяет вам никогда отказать в помощи любому – ребенку, старушке, красиво одетой девушке и бомжу, лежащему в луже. Это все наша работа. Поэтому, идя на эту, вступая на эту траху, вы должны себя к этому подготовить. И мы хотим, в свою очередь, вас к этому подготовить, рассказать, так в чем же, какая же эта работа медицинских работников. Будущим медикам рассказали о том, в каких учреждениях оказывается медицинская помощь, куда они смогут прийти работать, если решат связать свою жизнь с профессией медицинского работника. Сейчас Балакову нужны как средний медицинский персонал, так и врачи совершенно разных специальностей. К тому времени, как сегодняшние школьники закончат медицинские СУЗы и ВУЗы, кадровый голод в этой сфере будет ощущаться еще сильнее. Поэтому и нужно сейчас всеми способами заинтересовать ребят, чтобы те через несколько лет пополнили ряды балаковских врачей.